Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о Евангелии от Иоанна и обратимся сейчас к седьмой главе. В седьмой главе Евангелист рассказывает о событиях, которые происходят уже в Иерусалиме, уже в Иудее, куда Господь приходит после довольно продолжительного пребывания в Галилее. Вот это время, когда приближается иудейский праздник, праздник Кущей. И насколько можно судить по хронологии, все-таки вероятнее всего это где-то конец лета, август, может быть, 29-го года. Время, когда приближается этот праздник. И вообще говоря, до Страстной недели остается еще примерно полгода. В это время уже враждебность профессиональных верующих по отношению к Господу Иисусу совершенно очевидна. Поэтому он и, в общем-то, и не хотел идти в Иудею, потому что знал, что там против него уже заводятся какие-то обвинения. И мы знаем, что потом, после этого уже за Христом начинают ходить соглядатые, ведется следствие, пытаются его обвинить, и мечтают разные люди его уничтожить. И вот близкие Христа, братья, мы в данном случае можем, конечно, спорить о степени родства и что это за братья, но по большому счету это совершенно не имеет значения. Какие-то родственники Иисуса говорят ему, ну что же ты не идешь сам-то в праздник, вроде как делаешь такие грандиозные вещи, а когда вот есть возможность явить себя миру, ты уклоняешься каким-то образом. На что Господь Иисус говорит о том, что мое время еще не настало, и говорит, меня мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые. Мы вообще говоря не обнаруживаем в Евангелии большого количества обличительных речей. Иисус говорит об Отце Небесном, Иисус говорит о хлебе жизни, Иисус говорит о правде Божьей и о любви к ближнему. И именно это, а не какой-то там обличительный дискурс, становится причиной, свидетельством того, что дела этого мира злые. По сравнению с Иисусом видно, глядя на Иисуса видно, как поврежден, в общем-то, мир, частью которого мы являемся. И вот эти слова Иисуса о ненависти мира к Нему, происходящей из-за того, что рядом с Иисусом мы таковы, что становится стыдно, это важная очень вещь, потому что она, я бы сказал, понуждает читателя следить за собой. Особенно за тем, что мы пытаемся ненавидеть, что вызывает в нас отторжение. Почему это так? Потому что это какая-то там эмоциональная реакция? Или потому что, правда, глаза режет? В современной жизни христиан это очень, на самом деле, серьезный мотив. Ну вот, так или иначе, с некоторым опозданием, но все-таки Господь Иисус приходит в храм на праздник, к середине уже праздника, и евангелист рассказывает о том, что Господь вошел в храм, учил в нем, ну где-то в колоннадах опоясывающих храм. Вероятно, в притворе Соломоновом говорят, что это было место, где Иисус часто собирался с учениками своими, и они потом там собирались после воскресенья. Вот, Господь учит тех, кто желает его послушать, и иудеи удивляются, как он знает Писание, не учившись. То есть, тоже такая деталь, очень, я бы сказал, историческая, потому что она не особо-то и важна с точки зрения рассказа, евангелиста. Ну вот, тем не менее, обращают на себя внимание. И на это Господь говорит им, мое учение не мое, но пославшего меня. Снова, вот как он выше говорил, я живу отцом, и идущее тело мое будет жить мною. Так и здесь вот он говорит о том, что он живет отцом, мое учение не мое, но пославшего меня. И кто хочет творить волю его, тот узнает об учении этом, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Очень важная вещь, очень важная вещь. Потому что, ну вот представьте себе, приходит человек некий и предлагает слушающим некоторое учение. В случае с Иисусом это учение о том, каково сердце Бога. Учение о том, что Бог делает для того, чтобы дать нам жизнь. Учение о том, что в жизни людей, когда мы любим друг друга, есть возможность уже сейчас присутствовать в полноте царства. И, собственно, вот этот круг идей, да, царство сейчас, царство Божие внутри вас, среди вас. Бог принимает того, кто к нему обращается, приходящего ко мне не изгоню вон. Вот некоторые учения. Как узнать, от Бога ли оно? За прошедшие две тысячи лет, надо сказать, ученики Господа Иисуса велись как уж на сковородке, создали целую науку, апологитику, пытаясь объяснить, аргументировать, защитить там рациональными средствами это учение. Отчасти с большим успехом, отчасти с меньшим успехом. Но в сущности, конечно, это так не работает. Люди вообще плохо убеждаются аргументами, надо это признать. И история свидетельствует об этом довольно, я бы сказал, неприкрытой, откровенно. Вот это одно. И другое, что все равно тот, кто хочет колебаться, будет колебаться. Тот, кто хочет отвергнуть, будет отвергать. Какие доказательства? До некоторой степени, конечно, доказательствами могли бы быть чудеса. И вот в предыдущей главе иудеи спрашивают Иисуса, какие ты дашь нам знамения. Но знамения – это не его стиль. Он так не делает. И если он совершает чудеса, он все время говорит, только тихо-тихо, никому не рассказывай. Он категорически не готов использовать чудеса в качестве средства пропаганды. Это, кстати говоря, сегодня мы очень сильно забыли. Потому что мы тут любим рассказывать друг другу, как у нас много всяких разных чудес, странных, своеобразных. И нельзя сказать, что хорошо документированных. Но, тем не менее, мы любим говорить, что вот у нас какие чудеса, значит, наше учение правильное. Иисус так не делает никогда. За исключением одного случая, когда он исцеляет язычника, Годаринского, бесноватого, и говорит ему, иди в город и засвидетельствуй, что сотворил тебе Бог. Но это именно миссия свидетельства о едином Боге среди язычников. А в остальных случаях нет, не так. Как же предлагает Иисус, чтобы мы утвердились, убедились в подлинности его учения? И вот Господь говорит, тот, кто хочет исполнить волю Отца Небесного, кто хочет творить волю, и вот тот узнает об учении моем. То есть, если ты пытаешься понять волю Божью в твоей конкретной жизни, не о твоем соседе или начальнике или кому-то еще, а о твоей жизни понять волю Божью и по этой правде поступить, обычно мы при этом здорово вообще-то возрастаем в понимании того, что такое правда, свет, добро и, наоборот, тьма и зло. Тогда, говорит Иисус, вы сможете внутри себя, сердцем услышать то, что мое учение действительно от Бога. Если ты хоть чуть-чуть Бога знаешь, пытаешься с Ним познакомиться на практике, исполняя Его волю, Его призвание, то, зная Бога, ты и меня поймешь, говорит Иисус. Мне кажется, это тоже, в общем, очень серьезная вещь. Только если ты пытаешься, ну, скажем так, практиковать некоторую нравственную жизнь в любви к ближнему, любви к Богу и благоговении перед тем и другими, тогда вопрос о доказательствах в каком-то смысле исчезает сам собой, они внутри твоего сердца рождаются. Вот, кто хочет творить волю Отца, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Ну и согласитесь, что это, в общем, отказ от апологетических дискуссий, доказательств, на которые так надеются иудеи. Да. И дальше Господь, обращаясь к этим иудеям, говорит о том, что «но вы потому и не можете ничего понять, и не хотите, что вы хотите меня убить, ищите меня убить, вы сами по закону не живете». Вот. И когда я говорю вам о смысле, о том откровением, чего является закон, вы не хотите этого принять, пытаетесь меня убить, и что тогда удивляться, что вы не можете меня понять. Вот примерный смысл того, что тех слов, которые здесь Евангелистан приводит. Люди говорят, что никто тебя, мол, убивать не собирается, и так далее. Господь на это отвечает, напоминаем, об известных его чудесах. Но смысл, который за всем этим диалогом, именно в том, что вы отвергаете меня, и поэтому сердца ваши закрыты. И вы не можете понять ни о правде Божьей, ни об учении, ни о чем. Потому что вы отвергаете меня и хотите меня убить. Это тоже очень важная логика, если хотите, для людей вообще, для христиан в особенности. Мы сначала призваны принять Иисуса, полюбить Его, стать Его друзьями, и тогда глубина и правда, и подлинность Его учения могут нам открыться. И вот Господь говорит дальше в храме, учит пришедших к Нему людей и говорит, вы меня знаете, а я знаю Отца. И поэтому вы можете действительно стать моими учениками и понять, от кого исходит это учение. Многих возмущает то, что Христос говорит, потому что это не вписывается в те или иные идеи и теории. Теории людей, которые думают, что надо скрупулезно исполнить все предписания, а во всем остальном, что не отрегулировано Моисеевым Законом, мы вольны поступать, как хотим. Ну и по собственному разумению, естественно. Конечно, им не нравится Иисус, который предлагает все время жить в таком взаимодействии, в отношениях с Богом. Многие думают, что это они все хорошо про Бога поняли и сейчас всем расскажут, как это, настрочат толстый учебник догматического многословия. А Иисус говорит, станьте моими друзьями, через меня вы сможете понять и Отца, и его правду, и его свет. И тоже, конечно, здесь возникает и левность, и зависть, ну как в такой фарисейской, в частности, среде. Другие считают, что мы такие исключительные, потому что из 613 заповедей ухитряемся выполнять 614, а вот эти все, кого называют амхаорец, простолюдины, они, как этот народ невежда в законе, проклят он, они Богу не угодны, я уж не говорю о кого-нибудь еще, а Иисус говорит, я не выгоню вон приходящего ко мне, даже если он из простонародья, не знает законы, человек не особо там отличающийся какими-то интеллектуальными достижениями, но если он приходит ко мне, я его не выгоню. Конечно, тех, кто собой доволен, это возмущает. Ну и потом, конечно же, практически все, кто вокруг Иисуса находится в этот момент, привыкли думать о себе, что мы народ богоносец, и они такие впрямь народ богоносец, в отличие от некоторых. Вот, а все остальные пропадут, они все не угодны Богу. Такой вот религиозный национализм, который вовсе, к сожалению, не остался только грехом той эпохи и той публики, а продолжает успешно существовать по всю пору. Вот, Иисус опять, который говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, и во всяком народе под небесами, боящийся Бога угоден. Ему, конечно, он их не устраивает. И вот евангелист свидетельствует нам о том, что самые разные люди пытаются избавиться от проблемы, решить эту проблему и уничтожить, убить Иисуса, схватить его. Поэтому, когда фарисеи услышали толки о нем, вот рассказывает евангелист Иоанн Богослов, они послали служителей схватить его, на что Господь, ну, может быть, служителей не очень поняли, что он имеет в виду. Евангелист пишет, что Христос отвечает, «Еще недолго мне быть с вами и пойду к пославшему меня». Ну и действительно непонятно, что же он имеет в виду, говоря о том, что он пойдет к пославшему его. И дальше мы видим, что в последний великий день праздника Иисус стоит и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, тот станет источником воды живой». У того из чрева потекут реки воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И снова мы видим здесь сразу несколько очень важных образов. Во-первых, образ живой воды, который вообще для евангелисты Анны очень важен. Как бы для него это символ, знак того, что человеческая жизнь, наши души – это такая иссохшая пустыня, где ты не можешь действительно по-настоящему быть живым. Единственный источник воды, который может эту пустыню превратить в нечто цветущее – это Иисус. Вот эти воды, которые он дает. В четвертой главе в разговоре с Самарянкой тоже Господь свидетельствует об этом же самом. Вот это жажда людей. Это наша потребность действительно в живой воде, которая возродит нас к жизни, которая сделает нас не тем, чем мы, как сказать, в обезбоженном мире являемся, а действительно детьми Божьими. Вот где это берется? Откуда это берется? Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто хочет найти царство Бога, кто хочет войти в Него. А еще раз повторим, что у слушателей Иисуса это почти идея фикс, идея номер один. Как войти в царство Бога? Потому что жизнь в том царстве, в котором они находятся, это царство Римской империи, оккупировавшая эту страну давным-давно, это жизнь невыносима. И в любом случае это не жизнь, а какое-то полумертвое существование. Как войти в царство? Как вернуться к жизни? Вот Иисус говорит, кто жаждет этого, иди ко мне и пей. И, конечно, здесь самое главное слово – ко мне, к нему. Не к кому-нибудь или к чему-нибудь другому. Господь говорит о том, что у того, кто верит ему, потекут из чрева реки воды живой, то есть сам откроет внутри себя этот источник жизни. И евангелист, уточняя уже из того 90-го, ну или из начала 90-х годов, когда он пишет, то есть через 60 лет после описанных событий, он уточняет и говорит, это Иисус говорил о духе, которого еще предстояло принять верующим. И Анта уже, когда он это пишет, уже знает, что потом будет Пятидесятница, и будет это дарование духа, и это дарование духа будет постепенно идти по всему миру. Поэтому здесь и для своего читателя он уточняет, чтобы не быть неверно истолкованным, потому что его читатель, его Иоанна Богослова – это тоже ведь христианин. В первом веке в голову никому не пришло бы использовать евангельский текст как миссионерский инструмент. Нет, это пишется для тех, кто уже верит, уже знает Иисуса. И вот он говорит, Христос имеет в виду духа, который дается человеку, вступающему в завет с Иисусом. И этот завет, и этот дух Божий, дарование духа, становятся в нас, говорит евангелист своим читателям, источником воды живой. И далее евангелист сообщает в кратких словах о том, что происходит распря в народе, и посланные первосвященниками и фарисеями служители, храмовые стражи, по-видимому, такой патруль, которые должны были его арестовать. И за кадром рассказа, в сущности, тот факт, что некоторые хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. За кадром мы понимаем, что эти люди, видимо, протолкнулись через толпу в притворе Соломоновом, где-то там вот в колоннаде, чтобы Иисуса схватить. И пока они проталкивались, они его услышали, услышали, и не смогли. И не смогли его арестовать. И когда они возвращаются, их спрашивают, а что же вы его не привели? Они говорят, никогда, говорят служители, человек не говорил так, как этот человек. И это, на самом деле, удивительная, очень поучительная тоже вещь. Им, собственно, может, они ничего особо и не знали об Иисусе. Им, в общем, все равно у них нет к нему личной неприязни, я бы так сказал. Поэтому они слышат его и слышат. И понимают, что в словах Иисуса есть что-то такое, что действительно может происходить только от Бога. Такая способность быть непредвзятыми и услышать, вообще говоря, дорогого стоит. И я думаю, что, знаете, для того, чтобы мы действительно были людьми, а не перекормленными бесшерстными бабуинами, нам, во-первых, надо учиться такой способности слышать беспристрастно и услышать то, что Бог говорит через Иисуса Христа. И это рождает в этих служителях удивительную смелость, потому что они не могут человека, который говорит такие прозитные вещи, арестовать. Ну и в конце главы евангелист уже несколькими стихами описывает те дискуссии, которые потом еще будут продолжаться в Синедрионе, когда фарисеи считают, что там эти служители прельстились, спрашивают из них, уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев. Кстати, довольно странная логика, потому что вот эти служители, они услышали Иисуса, у них не было к нему ни претензий, ни пристрастий. Они услышали и почувствовали в его словах какую-то глубокую вечную правду. Это их опыт духовный, человеческий. А у фарисеев спрашивают их про какие-то вот авторитеты, про начальство. Да какая разница, уверовал кто-то из начальства или не уверовал. Для служителей, которых в данный момент обличают фарисеи, это довольно безразлично по большому счету. А фарисеи убеждены, что это должно иметь значение. Вот такая конструкция, целая иерархия религиозных и духовных авторитетов. И то, как рассказывает об этом евангелист Иоанн, довольно очевидно, что с его точки зрения система внешних, не имеющих отношения к твоему собственному опыту духовных авторитетов – вещь ложная. А беспристрастно услышать и поверить Иисусу – это и есть действительно правда жизни. Иисусу – это иерархия религиозных и духовных авторитетов.